Здравствуйте! Это программа «Час Пик» в студии Мелани Бачина и вот некоторые темы этого выпуска. Весь день в советском суде и сегодня идет рассмотрение дела одного из участников одиночных пикетов в защиту узников Болотной. Эти пикеты проходили год назад. В них участвовали 8 человек. Первыми по этому делу годичной почти давности судили двух пенсионеров. Наталью Лебедеву оштрафовали на 30 тысяч рублей. Пенсионерке почти 70 лет и ее пенсия 12 тысяч рублей. Второй пенсионер Анатолий Вторушин, участник этих же одиночных пикетов, был доставлен в суд полиции, где ему стало плохо и его пришлось госпитализировать по скорой. Третьего участника тех пикетов Леонида Рыбакова неожиданно задержали в минувшую субботу вечером у дома. Они задержали меня в субботу в 6.15. То есть вот сегодня в 6.15 будет 48 часов. После этого я провел две ночи в РОВД, так называемом обезьяннике, то есть совершенно не оборудованном для содержания задержанных. Вот, где нет спальных мест, постельного белья и так далее. Вот, сегодня они явились, Зубков и Собин, по-моему, фамилия сотрудника второго, ну, в протоколе он есть. Сегодня они явились, значит, забрали меня и доставили в советский районный суд. Леонид Рыбаков почти двое суток провел в отделении полиции. В чем была необходимость задерживать его по административному делу в выходные дни, непонятно. Серия одиночных пикетов в защиту узников Болотной проходила в Томске летом и весной прошлого года. В ней приняли участие 8 человек. Тогда у полиции никаких претензий к участникам пикетов не возникало. Они возникли почему-то почти год спустя. В феврале все 8 человек были вызваны в полицию на допросы, после чего начались судебные процессы. Сегодня советский районный суд рассматривает доказательство вины Леонида Рыбакова по административной статье 20.2. Это организация несогласованной акции. В качестве доказательств в суд полиция предоставила съемки скрытой камерой. В частности, на одном из видео есть фрагмент, как четыре человека, в том числе Леонид Рыбаков, стоят на площади Ленина и надувают воздушные шарики без плакатов. Но это видео фигурирует как доказательство правонарушения. Суд по делу Леонида Рыбакова начался сегодня в первой половине дня. К 6 вечера он еще не закончился. Максимальное наказание, которое может грозить по этой статье – 10 суток административного ареста. Действия абсолютно незаконные. Будут обжалованы в прокуратуру, естественно, законным путем, ну и соответствующие органы, то есть службу собственно безопасности. Я не пойму вообще хода их мыслей, то есть логики у них никакой нету, и никто из фигурантов дела, которые уже осуждены, и по которым вы в курсе, да, что дела готовятся, еще сколько, четыре дела готовятся у них. Вот. Я не могу пояснить маразм, который творится в наших органах. Добавлю сами участники одиночных пикетов, которых сейчас судят, считают, что эти процессы политические, и они уверены, что это попытка власти запугать людей и лишить всякого желания выходить на акции протеста. Гуманитарную помощь отправили в выходные из Томска в Хакасию. Неделю в офисе партии «Справедливая Россия» собирали сотни мешков, одежды, посуды, продуктов, постельного белья. На призыв помочь откликнулись многие томичи. Газель с грузом выехала в субботу в село Копьево. Там полностью сгорел 151 дом. В пожарах погибли два человека, еще 348 пострадали. Рассказывает Юлия Бычкова. Тюки с одеждой, постельными принадлежностями, посудой и бытовой техникой. Первые партии отправляют самое необходимое. Всего за неделю в офисе «Справедливой России» собрали несколько сотен мешков. В субботу загрузили полную газель. Впереди сотни километров пути, около восьми часов в дороге. Гуманитарный груз везут в село Копьево, республики Хакасия. Ну, двухквартирные дома. Большие по площади. Сейчас здесь уже много что вывезли. Расчищено. Видно, что чистится все. Потому что люди хотят на старых местах кто-то строится. Это все улица была. В селе Копьево дотла выгорел 151 дом. От огня пострадали 348 человек. Двое погибли. Сейчас люди пытаются оправиться от того, что произошло, и прийти в себя. Из прежней жизни у многих не осталось ничего. Здесь был дом, ну вот как фундамент стоит, вот домик был. Была баня, дровенитка, углярка была. Сейчас люди ютятся у друзей и родственников, чьи дома не так сильно пострадали. Но каждый день приходят на пепелище и разбирают то, что осталось от своих домов. Кому-то даже удается найти в завалах остатки своих вещей и стройматериалы, которые потом можно будет использовать. Так, по кусочкам, они пытаются собрать свою жизнь заново. Вообще страшно. Никому не пожелаешь такого. Спасибо, что люди сейчас помогают. Кто чем может. Любой помощи рады. Гуманитарную помощь в этот раз решили раздавать адресно. Местный активист Михаил составил специальный список необходимых вещей, которые требуются каждой семье. Дежды вешеную дать женскую? Ну да. Что я сейчас залезу? Мешок забираете, все, и там разберетесь. Не подойдет, отдадите своим кому-то. Людям очень нужна одежда, постельное белье, посуда и мелкая бытовая техника. У многих нет ни чайника, ни плиты, чтобы приготовить обед. Нитки, ножницы там, что-то. Огромное спасибо. Вот это нам нужно. И коробку. И праздник. За помощь люди благодарят. Только часто не могут сдержать слез. И еще долго не забудут то, что случилось ночью, 12 апреля. Пальто одела, даже в галошах осталось пальто. Мужу куртку схватила, барсетку его с документами и сумку свою с документами. И больше ничего, все сгорело сразу же. И соседи тоже, соседка тоже в чем была на огороде, так все и сгорело. Отец в больнице после операции. Вот девчонки теперь разбираем пепелища наши. Через некоторое время всем пострадавшим, конечно, выплатят компенсацию. Только денег этих вряд ли хватит. Те домовладения, которые пострадали полностью, и у людей есть на эти домовладения соответствующие документы, которые согласно закона, то есть они получат выплату 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. Это в зависимости от того, то есть или полностью они сгорели, имущество сгорело, или частично. Если частично, то 50 тысяч рублей, если полностью 100 тысяч рублей. И затем будет решаться вопрос о выдаче сертификата для строительства нового жилья или приобретения жилья на вторичном рынке. За несколько часов газель с гуманитаркой объехала весь поселок. Вечер раздали быстро. Вечером обратный путь в Томск за новым грузом. Люди в Копьево тоже расходятся по друзьям и родственникам. Завтра им снова идти на пепелище. Ладно, пойдем мы уже в баню мыться. Куда-нибудь. Сейчас в Хакасии начали выплачивать компенсации пострадавшим, но ее вряд ли хватит, чтобы заново восстановить дома и быт. Тем, кто потерял в огне все, выплатят по 110 тысяч на человека. Те, у кого дом сгорел не полностью, 50 тысяч. Но понятно, что этих денег людям вряд ли хватит. Разрушено все. Помимо крова люди потеряли скот, который в том числе и кормил их. Сейчас в Хакасии оплакивают погибших. Соседи стараются помогать друг другу. У них теперь одна беда и одна история на всех. Наш оператор Александр Соколов, который ездил в Хакасию вместе с добровольцами из Томска, которые везли туда гуманитарный груз, поговорил с местными жителями. Вот их истории. Это все улица была, все. Ну, двухквартирные дома, большие по площади. Наша улица у Южного сгорела за полчаса. Такой огонь был, такая стихия. Вот тут у соседей стайка была, шифер взрываться начал. И вот так, знаете, как в цунами волна вот так идет. Вот так огонь шел на нас. Ни с того ни с сего почернело домом. Потемнело, почернело, забежали соседи. Наш дом горит, ребенок в панике. Я боюсь. Дядя Толя, я боюсь, что он от меня никуда. Летели головешки, пыль вот этот и дым. Очень сильный дым уже вот с горы, с горы от соседей. И вот эти, чтобы спасти документы и вот этих соседей, я по огороду довел их до конца огорода. Я говорю, идите спасайтесь. Вода не была в этом водопроводе. С баней ведром. И очаги уже начал, пробовал тушить. Все, дровяник уже горел. Соседи все уже на моей улице, все горели. Отстояли вот этот край. Ну, сложилась обстановка такая, что ни водовозок, ни пожарных автомобилей на наш крае уже не хватало. Не хватало. Не хватало их, просто их не было. А можно было что-то, ну, дом, допустим, вот этот спасти. Где-то около 12 минут 10 первого загорелся наш газовый участок. И, ну, сил и средств уже практически не хватало. Водовозные машины, асмашины, заправщики, молоковозы, они, естественно, начали заправляться с гидрантом. Естественно, большой объем воды пошел на заправку. И в южной стороне, это на улицах, и в Докеменко, южная, степная, у людей воды просто не хватало. Ветер был очень сильный, и упала опора, на водозаборе отключился свет. Естественно, насосы остановились. Огромное спасибо нашему населению поселка Копьево. С их участием мы не допустили, что дома еще в большем количестве сгорело. Очень было страшно. Даже вот мне опишешь, как словами, какой-то ад, вот, кромешный был. Дома загорались, ну, как спичечные коробки. Мы увезли детей, в первую очередь собрали, ну, там какие документы успели взять. И все, и стали с подручными средствами тушить, ну, там, что вода маленько сбежала струечкой. Ну, может, в ядер 10 мы успели набрать, там, что поливали. И все, вода кончилась. Ни пожарки, ни водовозки, никого не было. И нам соседи кричат, говорят, бросайте, вы, говорят, ничего уже не сделаете, не спасете. С собой, что, успели вещи маленько взять, вот с тем и остались. Ни верхние, ни постельные вообще ничего не усилили. Ну, все сгорело. Элементарно, если бы приехала какая-то пожарка, дом можно было отстоять. И наш дом можно было отстоять, и соседский через дорогу, можно было дом спасти. Охота была самим вот ложись и туши вот этот пожар с собой. У брата на глазах дом за 20 минут сгорел. Там был брусовой хороший дом, они только купили под детский капитал. Кредитов понабрали, купили бытовая техника была куплена. Ну, все в доме, все сгорело. Никому не пожелаешь такого счета. Спасибо, что люди сейчас помогают, кто чем может. Любой помощи рады. И сейчас Александр Сокалов у нас в студии. Саша, ну вот какие эмоции возникают у человека, который въезжает сейчас на территорию Хакассии? Первые эмоции мои к пыли, когда въехал, это как в фильме Silent Hill какой-то. Когда ты едешь, и какая-то гробовая тишина, вот как вот и мертвые с косами стоят. Все эти печки торчащие, какие-то головы из ям, которые выкидывают кирпичи, какие-то вещи собирают. И первое, ты не понимаешь, за что схватиться, с чего начать снимать, потому что вроде и людей нужно записать, и видео успеть подснять, и вещи раздать. И вот эта картина поражает. И вот эта картина, и ты в шоке, потому что, во-первых, думаешь, как подойти к человеку, к которому сейчас все сгорело, и нужно с ним разговаривать начать. Ну, пришлось в кучу собраться, и все равно через одного все-таки люди соглашались. Но если уже начинали говорить, то уже было не остановить. То есть у людей вот это наболело сейчас, и когда они оправились от первого шока, что называется, когда трагедия уже осталась позади, вот сейчас у людей эти эмоции самые сильные. Вот сейчас эмоции только вываливать начинают. Что говорят люди, в первую очередь, помимо историй, которые они рассказывают, свои истории? Может быть, какая история тебе самая страшная показалась? Истории все страшные, которые они рассказывают, потому что я не представляю, как человек 20 лет жил, и все это вот копилось потихонечку, огромный дом построил, и все в одночасье это сгорело. Один человек вообще приехал, он был на вахте, приехал, и все, а дома нету. Там машина, там все. Некоторые дома, то есть я сам не видел, но можно определить по картине, так как все на местах, машина стоит, вещи, плитка, все. То есть человек просто успел что-то схватить и просто выбежать. Уже ни о каких там вещах выносить разговора, речи тоже не было. То есть люди, вот те, у кого сгорели дома, они потеряли вообще все? Они вообще все потеряли, потому что я увидел, когда люди ходят, что-то собирают. Вот на вопрос, что ложки, элементарные чашки, ничего нету, чтобы с чего-то поесть. Ну а сейчас они что делают? Они разбирают эти завалы в своих сгоревших домах, пытаются найти хоть что-то уцелевшее? Им вообще это получается? Вообще, я тоже не понял, зачем они это делают, но потом я понял, что так как кто-то собирается все-таки на местах оставаться жить, и кирпичи вот это все им понадобится строить, потому что нет четкого понимания, что начнут они помогать уже завтра, и строим материалом и так далее. Кто-то пытается что-то схватить, чтобы хотя бы это не разворовали, что ли, я не знаю. Ну а если говорить о людях, которые там сейчас живут, которые пострадали вот у очень многих, я так понимаю, там сотни, тысячи людей, у которых вообще сгорели дома, и эти люди сейчас, ну кто где, я так подозреваю, живут, кто-то в центрах размещения и так далее. Вот что этим людям сейчас в первую очередь нужно? Как они вообще реагируют на добровольцев, которые приезжают с помощью? Что-то ли говорят? Ну, любая помощь, которая... Во-первых, просто люди приезжают, они очень всегда довольны. Мы вот приехали, они были счастливы, что вообще кто-то к ним приехал, потому что никакой помощи абсолютно нет. Та помощь, которая привозит, ну, по общей своей массе все-таки человек такой, видимо, русский, так построен, что он не придет, не будет брать. Некоторые мы просто привозили, оставляли, уезжали. Видимо, потом заберут. Вещи, которые нужны, это на самом деле не красивые, не модные, не платья, не куртки. Элементарные, роба нужна. Один мужик подошел, говорит, у меня отвертки нет, молотка, чтобы начать что-то делать. Инструментов, то есть, в том числе. Абсолютно. Ну, а, и я так понимаю, какой-то бытовая техника, посуда тоже особо сейчас пока, по крайней мере, не нужна, потому что все равно людям негде жить, я так понимаю, и эти вещи не нужны. То есть, в первую очередь, какие-то предметы личной гигиены и одежда. Абсолютно. Детям, я так понимаю, что сгорело то, что, по крайней мере, в школу детей надо собирать, это денег. То, что им там выделят, этого не хватит абсолютно. То есть, какие-то для школы вещи, ну, и вот перчатки, в которых работать, мыло, там, какие-то шампуни, потому что, говоря, полчаса по улице прошелся, весь грязный как черт. Ну, а как люди, как вот они вообще, их эта общая беда объединила сейчас? Они как-то стараются помогать друг другу. Как там вообще вот сейчас люди выживают, живут и выживают? На самом деле, если честно, я думал, я сейчас приеду и увижу картину наподобие Черной речки, когда затопило, все ринулись друг другу помогать соседям. Здесь я был удивлен, потому что каждый почему-то остался своей бедой наедине. На определенном участке дома там семья, что-то возятся, колыпаются, вытаскивают. Тут же через несколько метров дом уцелевший, под забор, там музыка играет, все, никому ничего не нужно. Каждый остался тут наедине со своей бедой. Или те, у кого дома уцелели, те живут как жили, ну а те, у кого сгорели, эти люди пытаются друг другу помогать и как-то поддерживать друг друга? Да, потому что я думал, что, ну вот честно, я думал, вещи привезу, и все будут хапать эти вещи эти, вот мне-мне-мне-мне. Нет, подъезжаем к одному, что-то нужно, говорит, нет, вот это возьму, это не нужно, везите дальше, там людям им нужнее. То есть не было такого, что кто-то расхватывал. Вот именно солидарность у тех, кто пострадал, у них эта солидарность все-таки есть? Ну, мне показалось, что это их сплотило сейчас. Ну, а что они говорят о помощи властей? Достаточно ли этой помощи? Вообще оказывается ли какая-то помощь? Что они говорят о тех компенсациях, которые сейчас людям обещают выплатить? Про компенсацию это вообще отдельная песня, потому что они, видимо, еще не совсем понимают, с какими проблемами столкнуться, они верят. Вот, я смотрю в глаза, я спрашиваю, вы ждете? Да, нам помогут и деньгами, и всем помогут, но еще ни копейки ничего не выделили. Элементарных кто-то, чтобы из чиновников или кто-то ходил и что-то хотя бы, я не знаю, фотографировал, записывал, вообще никого не было. То есть они еще столкнутся вот с этим, что с них будут требовать документы и придется доказывать, что они жили в этой деревне вообще. Ну, ведь я так понимаю, ладно, если люди были прописаны, сохранились какие-то документы о том, что люди были там прописаны, но ведь есть много разных историй, и это сейчас уже понятно, потому что были подобные истории, скажем, в Амурской области, когда там было это чрезвычайное происшествие, или в Крымске после наводнения и так далее. Когда люди официально не прописаны, но прожили там 20 лет, скажем, в этом доме, вот эти люди, вообще понятно, что там с ними будет, встречались такие истории, что вот я в этом доме прожил, но прописки официальной нет, и получит ли этот человек теперь какую-то компенсацию или нет, непонятно. Про документы я точно не могу сказать, но я спрашивал, вы вообще дальше планируете здесь оставаться? Некоторые планируют все-таки там оставаться, потому что исторически уже все же жили, и скот, и все такое, если есть, его где-то надо пасти. То, что им там предлагают, я так понял, какие-то дома будут, но навряд ли кто-то согласится сюда уехать. Ну, а, кстати, люди что говорят, они будут там же отстраивать, вот на месте этого пепелища, вот как бы это не звучало? Некоторые, да, почему-то хотят остаться, некоторые боятся, очень сильно испуганы, и нет, ни в коем случае, не дай бог, еще раз повториться, мы лучше здесь куда-то будут уезжать. Ну, то есть будут стараться оттуда уезжать. Ясно, спасибо, Саша, наш оператор Александр Сокалов вернулся в выходные из Хакасии, куда ездил вместе с добровольцами, которые отвозили гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров людям. В Хакасии, ну, я еще добавлю, что известно, по крайней мере, сегодня об этом сообщают власти Хакасии, что там будут восстанавливаться дома по желанию людей. Если люди пожелают, чтобы им отстроили новый дом на том месте, где он у них стоял до этого, то есть, грубо говоря, на пепелище, то дом будет построен там. Если нет, то власти готовы построить дом пострадавшим и людям потерявшим в пожаре все где-то в другом месте, где они скажут. Пикет в защиту исторических памятников прошел в выходные в Томске. На Новособорную площадь 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест вышли несколько десятков человек. Горожане хотели привлечь внимание властей к проблеме сохранения памятников архитектуры и исторического наследия города. Люди стояли с портретами деревянных домов, которых уже нет в Томске, с фотографиями тех домов, которые еще можно сохранить. Общественники составили петицию, цель которой добиться круглого стола с участием представителей областной и городской власти. На пикете под петицией оставили подписи больше 200 человек. Петицию и письмо с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения исторического наследия города общественники направят завтра мэру Томска Ивану Кляйну и губернатору Сергею Жвачкину. На этом сегодня все. Спасибо за внимание и до встречи в программе «Часпик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова